МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, друзья, это редакция Ньюс. Здесь я говорю о событиях недели и фактах, которые считаю бесспорными. Чтобы вы составили собственную картину и сделали свои выводы, поддержать создание новых выпусков можно по ссылкам в описании, через бусте, патреон и кнопку спонсорства на Ютубе. И, пожалуйста, подписывайтесь, это важно для алгоритмов и для меня. У вас мало времени, мы вас это ценим. Поехали. Тем из нас, кто в России, а точнее в ее европейской части, эта неделя запомнится рекордным похолоданием, которого не было в мае за последние четверть века. Температура опускалась ниже нуля. Во многих регионах, включая Петербург и Москву, ушел снег. Столичная мэрия объявила о возобновлении отопительного сезона. В гидромедцентре отметили, что отклонение температуры от нормы достигало 10 градусов, и такие значения характерны для конца марта-начала апреля, что в погодном смысле соединило дату президентских выборов и дату инаугурации, состоявшейся 7 мая. Владимир Путин в пятый раз прошел церемониальным маршрутом от подъезда Большого Кремлевского дворца до тронного возвышения Андреевского зала и принес присягу на специальном экземпляре обновленной Конституции, заключенной, как подчеркивали в телетрансляции, в красный переплет из кожи варана. В инаугурационной речи Путин, в частности, заявил, что Россия не отказывается от диалога с западными странами. Выбор за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, не прекращающегося годами давления на нашу страну, или же искать путь к сотрудничеству и миру. Инаугурационная традиция при Путине окончательно сформировалась и выглядит уже чуть ли не вековой, хотя в нынешнем виде ей не больше 30 лет. Не могу по случаю не вспомнить, как в мае 2004-го, работая на телеке в программе «Намедни», я делал сюжет про вторую путинскую инаугурацию, в ходе которой протокол как раз складывался. Пересматривать тот репортаж сейчас довольно странно, при том, что все элементы, которые я разбирал, в целом остались теми же, иронизировать по их поводу хочется намного меньше, и уж тем более невозможно представить такой материал на федеральном телеканале сегодня. В телеверсию не вошел, возможно, самый сакральный момент церемонии. Его запечатлял фотограф агентства Associated Press, патриарх Московский и всея Руси Алексей Второй, благословляет Путина на второй срок. Справа в генеральской форме начальник президентской охраны. На фотографии видно главное – это была не инаугурация, это было венчание на президентство. Ведь если глаз народа – глаз Божий, значит, избранник народа – это Божий помазанник. Спустя 20 лет патриаршее благословение в Благовещенском соборе Кремля было частью официальной телетрансляции. Патриарх Кирилл сказал, что церковь крепко молится за президента, который должен принимать грозные решения по примеру князя Александра Невского и пожелал Путину оставаться у власти до скончания века. И с дерзновением скажу, дай Бог, чтобы конец века и был означал конец вашего пребывания во власти. Автор фото Путина с Алексеем, которое я упоминал в сюжете 2004 года, Александр Земляниченко – один из самых известных новостных фотографов мира, дважды лауреат Пулитцеровской премии, который много лет сотрудничает с ведущими информагентствами и, работая в Кремлевском пуле, освещал уже несколько инаугураций Путина, включая нынешнюю, которая выпала на день рождения Александра. Разошелся снимок из Большого Кремлевского дворца, на котором 74-летний Земляниченко запечатлен за работой. А вот кадр, сделанный им с этого ракурса. В день инаугурации, согласно Конституции, сложило полномочия правительства. Премьер, его замы и министры остались исполняющими обязанности до назначений новых членов Кабинета. Они не заставили себя ждать. В пятницу Госдуме была представлена кандидатура нового старого премьера Михаила Мишустина. После коротких выступлений и вопросов от парламентских партий кандидат был одобрен большинством голосов. Ценности для нового состава Кабинета правительства будут ориентированы в работе. Ну а четкое следование курсу нашего президента поможет добиться успехов для благополучия людей и для развития нашей страны. В субботу переназначенный премьер предложил новый состав Кабинета. Первым вице-премьером вместо Андрея Белоусова Мишустин предложил назначить Дениса Мантурова, который до этого был вице-премьером. Вице-премьером вместо Виктории Абрамченко предложено назначить занимавшего должность главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, сына главы Совбеза Николая Патрушева. В Москву на министерские должности судя по всему переедут четыре губернатора. Главу Курской области Романа Старовойта предлагается назначить министром транспорта. Калининградского губернатора Антона Алиханова министром промышленности и торговли. Главу Кемеровской области Сергея Цивилева министром энергетики. А хабаровский губернатор Михаил Дегтярев, тот самый ЛДП-эровец, который сменил арестованного Сергея Фургала, станет министром спорта. И если так, то это исполнит пророчество покойного Владимира Жириновского, сделанное еще в 2018-м. Конечно. Вот Дегтярев, вот министр спорта. Да, да. Здравствуйте. Вице-премьеров и министр должна утвердить Госдума. Процедура намечена на начало недели. По еще одной традиции, вступая в должность, Путин подписал майские указы. В этот раз документ носит название «О национальных целях развития до 30-го и 36-го годов», то есть до конца нынешнего и следующего президентских сроков. Согласно указу, в ближайшие шесть лет Россия должна войти в топ-4 экономик мира по объему ВВП, сейчас на шестом месте. Минимальная площадь жилья должна составить 33 квадратных метра на человека. Число детей на одну женщину должно достичь 1,6. 85% молодежи должно поверить в возможности самореализации в России. Продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет. Такую же цель 78 лет Путин ставил в майских указах 2018 года, пока этот показатель 73,5 года. А одной из задач, поставленных в майских указах 2012-го, было сближение России с США и Евросоюзом, вплоть до отмены виз. Эта задача была отменена в 2023-м другим указом Путина. В ещё одной ключевой церемонии Владимир Путин участвовал спустя два дня. Выступая на параде победы на Красной площади, он сказал, что Россия, переживающая сложный рубежный период, никому не позволит себе угрожать и будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения. Мы идём вперёд, опираясь на наши вековые традиции и уверены, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа. Слава доблестным вооружённым силам! За Россию! За победу! Ура! Парад победы Путин принимал в 21-й раз, оказавшийся самым холодным с погодной точки зрения. Участвовали 9 тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация. Отдельным парадным расчётом прошли участники боевых действий в Украине. Среди гостей были главы 9 стран, включая Таджикистан, Казахстан и Кубу, а Александр Лукашенко был со своим шпицем Умкой. Как отметили госсми, он не в первый раз на торжественных мероприятиях, и его даже не берут на поводок. Премьер Армении Никол Пашинян, прилетавший в Москву на саммит Евразийского экономического совета 8 мая, на 9-е не остался. Многие западные дипломаты, включая посла США Лин Трейси, также демонстративно отбыли из Москвы по рабочим и личным делам и ни в инаугурации, ни в параде участия не принимали. Пресс-секретарь Белого дома Карин Джан-Пьер отметила, что США таким образом выражают протест против действий России в Украине. МИД Германии отозвал для консультации посла в Москве Александра Ламсдорфа. В российском МИДе назвали бойкот дешевым неделовым поведением. Тем не менее, на инаугурации 7 мая присутствовали послы как минимум четырех стран из списка недружественных Венгрии, Мальты, Южной Кореи и Франции. С Францией связана отдельная интрига. Газета «Коммерсант» на следующий день вышла с такой первой полосой. Текст на русском и французском гласит «Мы, Франция, стоящая с России плечом к плечу, хотим выразить благодарность и заверить в дружбе и единственное, о чем сожалеем, что не сказали об этом раньше». Публикация сопровождалась с пометкой, что текст предоставлен рекламодателям, а сообщение «Частная инициатива». Кто именно разместил такую рекламу, не указано. Но, учитывая контекст, уровень «Коммерсанта» и в целом эпоху, можно практически не сомневаться, что инициатива была согласована где следует. В параде, как обычно, участвовали и ракетные войска стратегического назначения. Мимо трибун прошли пусковые установки комплекса «Ярс». На неделе с новой силой звучала тема о возможном применении ядерного оружия. Миноборона объявила о подготовке учений для повышения готовности нестратегических ядерных сил. Сообщается, что проводятся они в ответ на заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц. Дмитрий Песков сказал и конкретнее речь про заявление о возможной отправке в Украину западных войск. Об этом, в частности, говорил президент Франции Эммануэль Макрон, в связи с чем на неделе в российский МИД вызывали французского посла Пьера Леви, который, напомню, был на инаугурации. То есть Франция, говоря дипломатическим языком, шлет разнонаправленные сигналы. Сам Макрон вновь заявил, что Франция не находится в состоянии войны ни с Россией, ни с российским народом и не стремится к смене власти в России. МИД Франции добавил, что Париж не отправлял в Украину солдат из иностранного легиона. Однако, о возможной переброске заявили в Америке. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис допустил такую возможность в случае поражения Украины, ибо Россия, по его словам, не остановится и будет угрожать странам НАТО. При этом, отметил Джеффрис, среди республиканцев растет пропутинская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и считает, что Россия не является врагом США, с чем сам он, судя по контексту, категорически не согласен. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже традиционно заявил, что Альянс не будет отправлять войска в Украину, поскольку не хочет напрямую вовлекаться в конфликт. В дискуссию по обыкновению прокомментировал собственное распоряжение о совместной с Россией проверке носителей ядерного оружия. Если снова, как это было и бывало всегда, вражеский сапог ступит на нашу землю, мы должны нанести врагу неприемлемый ущерб. Лукашенко добавил, что в наступление с ядерным оружием никто не пойдет и что проверка носит исключительно оборонительный характер. В Украине День Победы над нацизмом впервые отмечался на западный манер не 9-го, а 8-го мая. Владимир Зеленский целиком посвятил праздничную речь о тождествлении России и Третьего Рейха. Дату праздника он сменил еще в прошлом году. 9-го мая теперь отмечается День Европы. Также Зеленский в 11-й раз продлил действия военного положения и всеобщей мобилизации формально на три месяца, которые могут стать для него самыми политически турбулентными за последние два года. 20-го мая у Зеленского истекает пятилетний президентский срок, который будет автоматически продлен. Это уже подтвердил украинский ЦИК. Напомню, Киев, несмотря на призывы Запада, отказался проводить в этом году президентские выборы, объяснив, что закон запрещает голосовать во время военного положения. Часть украинских политиков считает это нарушением нормы Конституции, где нет четкого запрета на президентские выборы во время войны. Ясности в этом вопросе мог бы добавить Конституционный суд, но президентский офис туда не обращался. Помимо претензий от внутренней оппозиции, в Киеве ожидают информационные атаки извне. В Совете нацбезопасности заявили, что Россия готовит массовые вирусные ролики, чтобы раскачать в Украине политическую обстановку. В свою очередь в службе внешней разведки России заявили, что США уже ищут замену Зеленскому, в том числе установив контакты с экс-президентом Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко и экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, которому социологи прочили теоретическую победу на несостоявшихся выборах президента. На неделе Залужный был официально уволен с военной службы с формулировкой «по состоянию здоровья». Ранее, напомню, он был отправлен в почетную ссылку послом Великобритании. За день до этого депутаты из президентской партии «Слуга народа» в полном составе покинули зал Горсовета Киева, который присвоил Залужному звание почетного гражданина. В то же время СБУ заявило о попытках физического устранения Зеленского. Сообщается о задержании двух полковников службы государственной охраны, которые, по версии СБУ, искали приближенных к охране президента, которые могли бы взять Зеленского в заложники, а затем убить. Кроме того, покушения якобы готовились на главу украинской разведки Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка. Дмитрий Песков на просьбу о комментарии ответил, что информацию от СБУ не стоит принимать за правду. Напомню, в ноябре прошлого года Зеленский заявил, что пережил уже пять-шесть покушений. Часть украинского истеблишмента на неделе была объявлена российским МВД в розыск. В базе появились экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-глава СНБУ Алексей Данилов, экс-глава МИДа Павел Климкин, а экс-президент Петр Порошенко и сам Владимир Зеленский сперва появились, а потом из базы пропали. В МВД пояснили, что выступали лишь техническим исполнителем, а решение о розыске принимали следственные органы. Сообщалось, что в ДНР против Порошенко и Зеленского возбуждены уголовные дела. Кто принимал решение об их изъятии с базы не уточнялось. Праздничная неделя оправдала прогнозы тех, кто предрекал обострение на линии соприкосновения. В пятницу появились сообщения об открытии нового Старого фронта. Россия перешла в наступление на участки между Белгородом и Харьковом, в течение дня заняв несколько приграничных сел. Позже это официально подтвердило Российская Минобороны. Бои развернулись на двух направлениях. Под Волчанском он находится в 10 километрах от российского Шебекина и считается главным форпостом ВСУ и в 20 километрах от самого Харькова, перед которым идет сплошной каскад из населенных пунктов. Столкновения на земле сопровождались обстрелами. В Харькове сирены воздушной тревоги непрерывно звучали на протяжении девяти с половиной часов. Обладминистрация сообщала о погибших и повреждении объектов энергосетей. На этом фоне западные СМИ и российские военкоры припомнили слова Владимира Путина о необходимости создать на сопредельной территории буферную зону, чтобы предотвратить дальнейшие обстрелы Белгорода и области. Только за эту неделю там погибли не меньше десяти мирных жителей, около полусотни пострадали. Большая часть во вторник, когда украинские дроны ударили по нескольким автомобилям в Борисовском районе. Жертвами стали ехавшие в автобусе сотрудники местной свинофермы. Впоследствии удара попали на видеорегистратор легковушки, которая ехала за автобусом и чей водитель помог довести раненых до больницы. Не переживайте, кровь это всего лишь кровь. Я за вами ехал как раз. Смотрю, дрон говорю. По Белгороду и окрестностям ударили также ракетами. Сообщалось о раненых и повреждениях жилых домов. Были прилеты и по соседним регионам. О жертвах среди мирных жителей сообщали из Курской области. Там под удар попали около десяти поселений, включая Теткино и Троицкое. Несколько беспилотников сбили над Брянской областью. Продолжились атаки на топливные сети. Под удар попали две нефтебазы в Краснодарском крае, по одной в Калужской области и в Луганске, а в городе Салават в Башкирии дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод. Ранее о налетах на этот тыловой район России не сообщалось. Серьезной атаки на московский регион, которую накануне Дня Победы прогнозировал ряд СМИ, не случилось. В ночь на 10 мая был сбит один беспилотник под Подольском. Вновь сообщалось о погибших гражданских при обстрелах Горловке и Донецка, где прилетело по одному из ресторанов. Есть жертвы среди его персонала. Также военкоры заявили о сбитых над Мариуполем дальнобойных ракетах атак МС. Ими же ударили по Ровенькам. В ЛНР в ночь на субботу загорелась местная нефтебаза, несколько человек погибли. Россия со своей стороны продолжила удары по украинским энергосетям. Сообщалось о прилетах во Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Днепропетровской областях. В Укрэнерго заявили о повреждении трех теплоэлектростанций и об очередных отключениях света. Несколько ракет и дронов сбили над Киевом, обломки упали над жилые дома, вызвав пожары. Несколько человек получили ранения, о погибших не сообщалось. На Южном фронте продолжаются бои за Работино под Ореховом и в районе Новомихайловке недалеко от Угледара. Под Авдеевкой Россия продолжает расширять зону контроля. Идут бои за Нитайлова, Уманское и Новоалександровку. Под Бахмутом продолжается ожесточенное сражение за Часов-Яр, которое на Западе и в Украине называют решающим. Город находится на возвышенности и открывает путь на соседние Константиновку, Славянск и Краматорск. В интервью с Каньюз глава украинской администрации Донецкой области Вадим Филашкин выразился еще более категорично, в самое сердце Украины. Правда, уже на следующий день в интервью Экономисту командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил, что Часов-Яр обычное городское поселение, потери которого не будет иметь решающего значения. Важные разговоры об Украине шли на неделе в Париже, куда прибыл председатель КНР Си Цзиньпинь. Это стала его первой поездкой в Евросоюз за пять лет. В Елисейском дворце Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытались убедить председателя повлиять на Россию для прекращения войны. Как пишет Нью-Йорк Таймс, попытка сделать Китай третьей стороной конфликта возмутила Генсека. Пекин не является ни создателем этого кризиса, ни его участником, заявил Си Цзиньпин, но добавил, что готов способствовать достижению мира. В том числе он поддержал инициативу Макрона об Олимпийском перемирии. Игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Москва, напомню, пока не дала четкого ответа на этот счет. Владимир Путин заявлял, что необходимо исходить из интересов России, а Дмитрий Песков, что ВСУ могут воспользоваться перемирием, чтобы перегруппироваться. Также Пекин пообещал поддержать мирную конференцию, которую признают и Москва, и Киев. Это был явный намек на конференцию в Швейцарии, которая должна пройти в середине июня, и там 160 стран будут обсуждать мирный план Киева. Москву не пригласили вовсе. Владимир Путин называл это паноптикумом. Китай пока не подтверждал участие. Отсутствие перспектив перемирия беспокоит и частных кредиторов Украины. На неделе Wall Street Journal сообщила, что они впервые с 22-го года могут потребовать от Киева выплат по госдолгу. Пока выплаты заморожены, но уже с начала 25-го года кредиторы хотят получать до 500 миллионов долларов в год, как утверждают источники издания среди инвесторов компаний BlackRock и Pimco, на долю которых приходится пятая часть всего внешнего долга Украины около 20 миллиардов долларов. При этом США и Европа опасаются, что Киев может начать расплачиваться с кредиторами деньгами, полученными в качестве помощи от союзников. Часть держателей гособлигации предлагали использовать для погашения долга замороженные российские активы, но МВФ и несколько европейских стран выступили против. По данным Wall Street Journal, если сделку о реструктуризации не заключат до августа, Украина может объявить дефолт, что в военных условиях грозит еще большим хаосом. Другая примечательная проблема с выплатами возникла в России. Разошлась новость, что глава русской медиагруппы Владимир Киселев отказался выплачивать военному с позывным десант обещанные два миллиона рублей по одному за каждый подбитый танк Эбрамс. Представители медиамагната заявили, что речь шла только о танках Леопард. Очевидно, забыв главное правило века. Все, что было в интернете, остается в интернете. По сети тут же разошлось видео с прошлогоднего экономического форума в Питере. Каждый подбитый, каждый завоеванный танк Леопард и Абрамс мы будем премировать совместно с Министерством обороны. На это представители Киселева заявили, что тем, кто раздувает из этого пиар, стоило бы лучше привлечь к выплатам побольше звезд, а то их не прибавляется. Ранее сообщалось, что певцы Григорий Лепс и Николай Басков, поддержавшие идею Киселева, обещанные миллионы бойцам уже выплатили. На неделе Басманный суд арестовал до 6 июля журналистку Надежду Киворкову по делу об оправдании терроризма. Ей грозит до 7 лет лишения свободы. Она помещена в СИЗО 6 печатники. Об этом сообщил сын Киворковой, журналист Василий Полонский. В понедельник у нее дома прошли обыски. Сотрудники Центра Э изъяли всю цифровую технику. Поводом для возбуждения дела стали два поста в Телеграм-канале, размещенные несколько лет назад. По словам адвоката Калой Ахильгова первый был перепечаткой текста покойного журналиста Архана Джималя о нападении на Нальчик в 2005-м, а во втором посте Киворкова якобы оправдывала деятельность Талибана. Это движение официально запрещено в России и признана террористической организацией, однако его представители регулярно принимают здесь на высоком уровне. Например, на следующей неделе талибов ждут на форуме в Казани. 65-летняя Наталья Киворкова много лет работала репортером в странах Ближнего и Среднего Востока на Северном Кавказе освещала Палестино-Израильский конфликт. В разные периоды она сотрудничала как с новой и независимой газетами, так и с Арти. За Киворкову поручилось немало общественных деятелей, среди которых писатель Александр Проханов, правозащитница Ева Меркачева, юристка Екатерина Гордон, отец Алины Кабаевой Марат Кабаев, а также бывший муж Киворкова и журналист и общественник Максим Шевченко. Но суд не стал принимать этого внимания и на ходатайство защиты о мере пресечения не связанной с помещением под стражу ответил отказом. Также на неделе стало известно, что российское МВД объявило в розыск рэпера Оксимирона. Согласно информации в БАЗе, Мирон Фёдоров 1985 года рождения разыскивается по статье УК. По данным ТАСС, дело против него возбуждено за нарушение правил деятельности иноагента. Ранее сообщалось о двух административных штрафах за отсутствие иноагентской плашки в публикациях и неподачу в Минюст отчета о деятельности иноагента. В 2022-м Оксимирон уехал из России, позже его оштрафовали за призывы к нарушению территориальной целостности и за дискредитацию армии. В том же 22-м Оксимирон наведывался в Петербург для съемок клипа на запрещенную песню «Ойда», который передавал привет СК и прокуратуре. Можно предположить, что привет не сразу, но был услышан. О новой победе отчитался и общественник Виталий Бородин, известный многочисленными заявлениями в Генпрокуратуру на знаменитости, среди которых были Данила Козловский, Ксения Рапопорт, Алексей Серебряков, Лия Ахиджакова и Алла Пугачева. На неделе Бородин написал, что получил из Министерства культуры ответ на свой запрос о фильме «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли. Бородин заявил, что картину не будут показывать в России, поскольку она не получила прокатное удостоверение. По его словам, прокат нельзя допускать, поскольку авторы занимают антироссийскую позицию. Помимо Урганта, Бородин упомянул режиссера Николая Солодникова, которого назвал мужем иноагента. Николай женат на Катерине Гордеевой. В самом Минкульте уточнили, что к ним пока не поступало заявление на прокат картины, поэтому и отказа не могло быть. В производстве участвовал фонд «Премьер интонации» режиссера Александра Сокурова. Сам он заявил, что никак не связан с содержанием и фильма не видел. Там лирическая история, не зная, за что можно было не выдать удостоверение, добавил Сокуров. Интересно, что под горячую руку Бородина попала и исполнительница главной женской роли в этом фильме Полина Огуреева, активно поддерживающая действия России и ездившая с концертами на Донбасс. На неделю Госдума законодательно запретила иноагентам участвовать в выборах всех уровней. Законопроект принят во втором и третьем чтениях. Гражданам, признанным иноагентами, также запрещается быть наблюдателями на выборах. Депутаты, сенаторы, мэры и губернаторы в случае объявлений иноагентами будут лишаться своих должностей. При этом, согласно документу, зарегистрированный кандидат не может быть включен в реестры иноагентов. И получается, что кандидата объявить иноагентом нельзя, а уже избранного депутата можно. То есть процесс выборов дает некий иммунитет, но кратковременный. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, не называя фамилий, заявил, что сейчас известно о десяти депутатах иноагентах разного уровня. По его словам, в соответствии с новым законом у них есть 180 дней на то, чтобы выйти из статуса иноагента. Очень либеральные нормы в сравнении с теми же США, считает Володин. На неделе Мосгордума досрочно прекратила полномочия депутата иноагента Евгения Ступина, выступавшего против действий России в Украине и уехавшего за границу. Официально за прогулы заседаний. Сам Ступин говорил, что уехал из-за угрозы уголовного дела, работу не прерывал и пытался подключаться к заседаниям дистанционно, но его специально отключали от сервера. Еще больнее ударить по иноагентам, а конкретно по уехавшим за границу селебам, призвана инициатива рабочей группы под руководством Ирины Яровой. Законопроект позволит заморозить на спецсчетах доходы, которые исполнители получают со стримингов и прочих цифровых платформ. По возвращении иноагента в Россию счет может быть разблокирован. Источник Коммерсанта уточняет, что это станет альтернативой полному исключению иноагентской музыки на цифровых платформах и позволит избежать ухудшения пользовательского опыта. Бытует мнение, что молодое поколение держит руку на пульсе и всегда в тренде, в том числе касаемо новостей. Но, как показывает пример зумеров из Ставрополья, они не следили за повесткой последние несколько лет как минимум. Согласно материалам дела, о возбуждении которого стало известно на неделе, трое подростков из Новоалександровска сожгли на мангале издание Нового Завета, сняли это на видео и выложили видео в сеть. Один из задержанных, по всей видимости, несовершеннолетний, не подлежит ответственности. Двум другим предъявлены обвинения в оскорблении чувств верующих и хулиганства, и им теперь грозит до семи лет. По традиции опубликованы их видео с извинениями, которые, опять же, по традиции ни на что не повлияли. Как написал губернатор края Владимир Владимиров, просить прощения важно, но словами не отменить сделанного. Напрашивается параллель с делом Волгоградца Никиты Журавеля, который год назад сжег Коран на фоне мечети. По версии следствия СБО обещало ему за это 10 тысяч рублей. Как мы помним, дело Журавеля передали в Чечню, где его недавно осудили на 3,5 года, а до этого его избил сын главы республики Адам. По крайней мере, этой встречи ставропольские задержанные, видимо, избегнут. На другом полюсе новостной повестки и географической карты на неделе гремел бал Медгала, прошедший в Нью-Йоркском музее Метрополитен. Эта ежегодная ярмарка тщеславия привлекает тулпы любопытных и прессы, создавая контент для миллионов страниц в соцсетях. В этот раз несколько знаменитостей отказались участвовать, например, Тейлор Свифт и ее партнер, звезда американского футбола Трэвис Келси, актриса Энн Хэтуэй и прошлогодний триумфатор Джаред Лето, запомнившийся костюмом кошки покойного модельера Карла Лагерфельда. Напротив, попасть без приглашения, точнее, ворваться на бал пыталась группа пропалестинских активистов, требовавших остановить геноцид в Газе. Полиция успела их оттеснить. По данным Нью-Йорк Таймс, организаторам благотворительного вечера удалось собрать 26 миллионов долларов против 22 миллионов в прошлом году. Не последнюю роль сыграла цена на билеты для не-селебрити. Она выросла до 75 тысяч долларов, примерно 7 миллионов рублей за штуку. Что касается пришедших звезд, то они, как обычно, не отказали себе в удовольствии погонять наряды стоимостью как хорошее авто, а то и два. Собственно, эта часть балла и являлась главной. Происходящая на закрытой вечеринке после показа особо никому неинтересна, ведь ярмарка тщеславия, а на то и ярмарк, чтобы проходить на публике. Дресс-кодом был заявлен «Сад времени». Это название рассказа антиутопии Джеймса Балларда о супругах-аристократах, доживающих век в особняке с оранжереей, цветы, в которой могут ненадолго поворачивать время вспять. Неожидаемо основными элементами нарядов стали ботанические. Триумфатором оказался Джон Гальяна, создавший наиболее впечатляющие образы для Зиндеи, Арианы Гранде, Гвендолин Кристи и Ким Кардашьян. Лана Дель Рей примерила на себя образ лесной феи. Актриса Карада Левинь явилась в наряде кольчуги от Стеллы Маккартни с кристаллами Сваровски. Певица Карди Би надела готический костюм от Уиндоусен, впечатляющий безразмерной черной юбкой. В образе огромного цветка явилась актриса и продюсер Минди Кейлинг, а звезда Дюны Ребекка Фергусон была украшена парященными воронами. Мужчины в большинстве своем предпочли не мудрить и пришли в классических смокингах, на которых цветы использовались в качестве акцента. Другие граждане США примеряли на себя другие наряды, куда более привычные русскому глазу. Сержант американской армии Гордон Блэк в ближайшие два месяца будет носить, видимо, тренировочный костюм, в котором обычно находится в СИЗО. Блэка арестовал Первомайский райсуд Владивостока по обвинению в краже. История запутанная и не без любовной интриги. Сообщается, что в Южной Корее, где Блэк служил по контракту, он познакомился с россиянкой по имени Александра. По ее словам, после расставания с Блэком она вернулась домой во Владивосток. Но спустя несколько месяцев американец прилетел вслед за ней. Отношения продолжились. Но потом снова произошел конфликт, после которого Александра обнаружила пропажу 200 тысяч рублей и заявила в полицию. Другие элементы драмы совершенно не объяснены. Например, как американский пехотинец смог вообще получить российскую визу и прилететь на Дальний Восток. Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что он летел с пересадкой в Китае, что, учитывая геополитические реалии, рождает еще больше вопросов. В российском МИДе заявили, что в деле Блэка нет политического следа и шпионской составляющей, и это бытовой криминал. Пентагон заявил, что проводит проверку, а Госдеп, что запросил консульский доступ к задержанному. Еще одна история с серией приключений американцев в России 2024 года произошла с гражданином США Уильямом Никумом, который был арестован на 10 суток в Москве по обвинению в мелком хулиганстве. По версии следствия, он напился, ворвался в детскую библиотеку и заснул. То ли в читальном зале, то ли на лужайке снаружи. Уточняется, что в Россию уроженец Арканзаса прибыл по туристической визе и подрабатывает учителем английского. Напомню, на фоне дела репортера Уолл-стрит-джорнал Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уиллана, которых обвинили в шпионаже, США призывали своих граждан не посещать Россию. Между тем, сами США назначили награду в 10 миллионов долларов за информацию о россиянине Дмитрии Хорошеве, которого ФБР считает создателем платформы для хакеров-вымогателей Логбит. Жители Воронежа вменяют атаки на американские гражданские правительственные и правоохранительные объекты. По версии следствия, платформой Логбит пользовались многочисленные злоумышленники, потому что доступ к ней продавался на хакерских форумах. Чаще всего Логбит атаковал компании, которые могли заплатить большой выкуп. Например, в прошлом году вымогатели зашифровали данные британской почтовой службы и компании Boeing. Всего же, по версии ФБР, жертвы заплатили около 500 миллионов долларов, из которых пятую часть, примерно 100 миллионов, якобы получил лично Хорошев. Некоторое время назад сообщалось, что Логбит был ликвидирован в ходе совместной кибероперации нескольких стран. Однако вскоре платформа объявила о восстановлении серверов. На своем сайте в Даркнете хакеры сообщают, что группировка находится в Нидерландах, совершенно аполитично и интересуется только деньгами. На неделе стало известно, что США впервые с 7 октября приостановили поставки снарядов и бомб Израилю из-за опасений, что их применят при наступлении на Рафах, последний контролируемый Хамасом большой город в секторе Газа. В нем, предположительно, укрываются от войны полтора миллиона палестинцев. О приостановке поставок заявила глава Пентагона Ллойд Остин и лично президент Джо Байден. Против наступления от Сахал высказались также Франция, Германия, Великобритания и Китай. Во многих странах мира продолжаются пропалестинские акции. Тысячи демонстрантов вышли на улицы Парижа, Амстердама, Тель-Авива и других крупных городов Израиля, а также шведского Мальмё, где шел конкурс Евровидения, о котором я еще скажу. Премьер-министр Беньямин Нитанияху в преддверии Дня Независимости Израиля в этом году он отмечает с 13 мая записал обращение, в котором напомнил, что 76 лет назад израильтяне противостояли арабскому миру безо всяких поставок вооружений. Израиль пока не начал наступление в Рафахе, сообщается, что в ожидании результатов мирных переговоров. По информации Таймс оф Израил, новый план прекращения огня, предложенный Египтом и Катаром, предполагает три этапа, на каждом из которых будет сорокадневное перемирие для обмена пленными и телами погибших. Делегация Хамас, как сообщается, уже согласилась с планом. Израиль же настаивает на корректировках по отдельным пунктам. Тем временем армия обороны Израиля взяла под контроль КПП Рафах, последний канал доставки помощи в Анклав, и фактически отрезала палестинцам пути в Египет. Представитель Хамаса заявил, что штурм города приведет к гуманитарной катастрофе. На этом фоне Генассамблея ООН проголосовала за то, чтобы Совбез поддержал заявку Палестины на полноправное членство в организации. Решение поддержали 143 страны, 9 выступили против, в том числе США, пообещавшие наложить вето. В апреле штаты уже заблокировали предыдущую резолюцию о членстве Палестины, которая с 2012 года находится в статусе постоянного наблюдателя. Представители Израиля заявили, что подобные голосования поощряют Хамас и нарушают принципы ООН. В ходе своего выступления израильский полпред Гелат Эрдан демонстративно уничтожил устав ООН в портативном Шрёдере. Кадры с куда менее травматичными действиями военных на неделе разошлись по сети. На них китайские солдаты рубятся в тактический шутер Арма-3, уточняется, что в рамках официальных учений. Игра разработана чешской компанией ещё в 2013-м, но до сих пор не потеряла популярности, в основном из-за реалистичности картинки, которую неопытные журналисты часто выдают за сенсацию из реальной жизни. Вот недавно кадры из Армы приняли за работу израильской ПВО «Железный луч». Пекин же серьёзно относится к подготовке солдат с помощью игр и симуляторов. Как объясняют в Министерстве нацобороны, это менее рискованно и менее затратно, чем реальное учение, позволяет моделировать любые ситуации и готовиться к войнам будущего. Народно-освободительная армия Китая даже разработала свой шутер по аналогу всем известного Call of Duty под названием Glorious Mission. По сюжету Китай решает территориальные споры с Японией. Я вот в гейминге и особенно стрелялках вообще не силён, но как авиатор могу сказать, что десктопные авиасимуляторы за последние несколько лет настолько проапгрейдились, что ощутить себя в кабине реального самолёта, где нужно выполнять реальные процедуры и вести реальный радиообмен, можно вообще не выходя из своей сочевальны. Так на геймерском сленге называют комнату. Возвращаясь к шутерам, интересно, что реальные боевые действия, видео которых сейчас заполнили интернет, только прибавили популярности таким играм. Что это, если не повод лишний раз задуматься о природе человека как биологического вида и вспомнить научно-фантастический боевик «Игра Эндера», где главный герой воюет в компьютерной симуляции, которая в конце оказывается реальностью. Судя по всему, обходиться симуляциями скоро придётся любителям швейцарских ножей. Знаменитый бренд Victorinox собирается производить своё изделие без лезвий. Главной причиной, по словам главы компании Карла Эльзенера, стало ужесточение правил ношения холодного оружия по всему миру, в частности, в Великобритании и азиатских странах. Например, в прошлом году жители Японии оштрафовали за то, что у него при себе был тот самый красный нож, в российской традиции называемый перочинным. Вместо лезвия компания обещает добавить инструмент, который будет полезен велосипедистам. Звучит, прямо скажем, неостро. Victorinox производит свои ставшие культовыми ножички с 1897-го и 80% продукции идёт на экспорт. Изделие, называемое мультитулом, стало символом заточенности на любые задачи. Особой популярностью он пользуется у той группы людей, которые, не имея никакого отношения к армии, ходят в камуфляже, берцах и разгрузках. Отдельный яркий пример Анатолий Вассерман, чья жилетка уже много лет является чуть ли не отдельным персонажем. У таких людей обычно с собой всё необходимое на любой случай, от укуса насекомого до ядерной войны. Правда, с новым швейцарским ножом не получится ни грипп срезать, ни осиновый кол от вампира заточить. Зато обновлённый гаджет может стать физическим воплощением фразы «Ты меня без ножа режешь». В эпоху, когда никого не удивишь миллионами просмотров, певица Мадонна поставила рекорд, собрав полтора миллиона зрителей. Почему? Потому что речь не об онлайн, а о физической аудитории. 65-летняя артистка дала самый большой концерт за свою карьеру, устроив бесплатное шоу на пляже Капокабана в Рио-де-Жанейро. Упомянутые полтора миллиона это ориентировочная оценка, сделанная местной мэрией. Мадонна исполнила свои классические хиты, включая «Like a Virgin». Некоторые зрители занимали места на пляже за несколько дней, другие смотрели концерт с лодок и яхт, а также с балконов близлежащих отелей. Это было последнее выступление Мадонны в рамках тура Celebration, который стартовал в октябре в Лондоне. Шоу в Рио более чем в 10 раз побило ее предыдущий рекорд посещаемости 130 тысяч зрителей в Парижском парке в 1987-м. Однако на самом пляже Капокабана это не первый концерт такого масштаба. В 2006-м выступление Rolling Stones также посетило полтора миллиона человек. Но самым грандиозным шоу и на Капокабане и в мире в целом стало новогоднее выступление Рода Стюарта в 1994-м. Тогда его концерт на этом пляже собрал более трех с половиной миллионов зрителей, попав в Книгу рекордов Гиннесса. Выступление другой мировой звезды бурно, но недолго обсуждалось в России. На неделе разошлись сообщения, что Канье Уэст даст концерт в Лужниках в свой день рождения 8 июня. Однако не прошло и пары часов, как подоспело опровержение. Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников заявил, что концерт рэпера в Москве абсолютно нереальная история. По его словам, около полутора месяцев назад действительно была попытка переговоров об организации выступления, но она ни к чему не привела. А нынешний анонс просто журналистский хайп из серии «Кто-то что-то услышал». Быстрее всех на новость о приезде Канье отреагировали мошенники, которые успели выставить на продажу билеты через фейковый сайт Лужников. И, несмотря на быстрое опровержение, нашлись, конечно, люди, которые эти билеты купили и теперь вот они негодуют в сети и ругают СМИ, которые распространили новость. В принципе, поверить, что Канье приедет в Москву можно, учитывая его новые связи с Россией. В декабре он назначил главным дизайнером своего бренда «Изи» модельера Гошу Рубчинского. И уже в марте бренд выпустил коллекцию одежды «Черные псы» с надписями на кириллице. Возможно, надежду терять рано. Продюсер Яна Рудковская, не последний человек в индустрии, заверила, что Канье Уэст все же приедет, но не летом, а осенью. Правда, она не уточнила, какого года. В любом случае, прежде чем потратить деньги в интернет, стоит провести хотя бы минимальный «Которые гарантированно сделают это за вас». Главным состоявшимся музыкальным шоу недели стал финал «Евровидение», прошедший в ночь на воскресенье в шведском городе Мальмё. По оценкам букмекеров, фаворитами были хорватский исполнитель Бэби Лазанья, швейцарский артист Немо и украинский дуэт Джерри Хейл и Алена Алена. В последние сутки в Мальмё развернулась беспрецедентная история. Один из фаворитов, представитель Нидерландов Йост Клейн, был отстранён уже после полуфинала из-за жалобы на неподобающее поведение. Сообщается, что её подала сотрудница съёмочной группы из-за некого инцидента, суть которого не раскрывается. В финале таким образом вместо 26 участников оказались 25. Тройка лидеров была, как и предсказывали, третья — Украина, вторая — Хорватия, а победу на конкурсе одержал представитель Швейцарии рэпер Немо с песней «The Code», посвящённой принятию собственной небинарности. В России это наверняка попадёт под закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Про озное Немо случайно разбил собственную награду — стеклянную статуэтку в виде микрофона, а сцену. Украинцам не удалось повторить позапрошлогодний триумф группы «Калуш Оркестра», хотя ставка была сделана на похожий микс фолка и рэпа. Не обошлось на конкурсе и без политики, связанной с Палестино-израильским конфликтом. Шведский певец Эрик Саадье вышел на сцену с повязанным к сожалению, что артисты игнорируют неполитический характер мероприятия. Саадье ответил, что платок ещё в детстве получил от отца палестинца и надел его, чтобы показать своё происхождение. Он же выступал за то, чтобы Израилю запретили участвовать в конкурсе, а представительницу Израиля Эден Галан, известную российским зрителям как финалистка шоу «Голос дети», освистали на генеральной репетиции. Из-за опасений и провокаций она находилась под усиленной охраной, для чего в Мальмё «Кроненбар». В дни песенного конкурса там же в Мальмё прошла демонстрация под девизом «За мир и свободную Палестину». На центральной площади города собралось около пяти тысяч человек, среди которых эко-активистка Грета Тунберг, которую, вдобавок ко всем прочим её регалиям, теперь можно считать и звездой Евровидения тоже. Кстати, Грете уже 21 год, а баяние детской наивности перестало работать почти совсем. И ещё одна история про кумиров юности, которая была обречена за мемасицы на этой неделе. Пол Маккартни ответил на признание в любви от поклонницы из Бруклина, которое она сделала 60 лет назад. В 1964-м она попала в трансляцию телеканала CBS, который освещал первый приезд Битлз в США. И, Пол Маккартни, если вы слушаете, Адриан из Бруклина и вот спустя более чем полвека Маккартни ответил на признание Адриенны, пригласив её на выставку своих фотографий, которая открылась в Бруклинском музее. К сожалению, героиня видео на выставку Маккартни не придёт. Журнал Роллинг Стоун выяснил, что Адриена Д'Анофрио, которой на момент записи было 14 лет, умерла в 1992-м от лимфомы. Её сын подтвердил журналистам, что мама была фанаткой Битлз. О чём нам, друзья, говорит эта трогательная история? О том, что надо ценить искренность и обращённую на тебя любовь сейчас, пока время не ушло и не стало поздно. Возможно, это хороший момент, чтобы, досмотрев наш выпуск, например, позвонить родителям или сказать кому-то близкому что-то важное. Ну, хотя бы спросить, как дела. Это редакция Ньюс в Ютубе и на Дзене. Если вам нравится то, что мы делаем, подпишитесь и поставьте лайк. Поддержать выход наших новых выпусков можно через Бусти, через Патреоны и спонсорство на Ютубе. Для спонсоров у нас эксклюзивный контент и другие бонусы, а мы полностью зависим от вашей поддержки. Своими мыслями, рассуждениями по-прежнему делюсь в своём Телеграм-канале. Берегите себя. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин